Видео создано при поддержке группы обзоры онлайн. Отдельное спасибо всем репостинувшим предыдущим видео. Мальчик, а ты чё отмотом ругаешься? Дядечка, дядечка, а у тебя ножки есть? Есть. Но вот и ёбовая отсюда. Мор очень русская игра, потому что очень театрализированная и очень литературная. Написанная красивым русским языком. Всем привет и на связи вновь добрый доктор. В конце мая вышло долгожданное продолжение Мор Утопии. Внусные конкуренты, у которых больше времени, потому что они бездельники и всех надо на завод и в армию гнать, уже успели сделать свои видео и, наконец-таки, у меня руки дошли отложить своё авторитетное мнение об этой игре. Но для начала немного предыстории. Если кто не в курсе, игра под названием Патологик, она же Мор Утопия, вышла аж в 2005 году и взорвала своим выходом игрожур. Равнодушных не было, особенно в вопросе того, к какому жанру эту игру причислить. Но жвачи тогда ещё не было, по крайней мере, так массово, как сейчас. Да и к выживалкам она относится только частично. Так что вот вам моя подсказка. Если не знаете, к какому жанру причислять игру, пишите авторский проект. А уж прокатит. В то же время шаблон трещал. Вроде бы и от первого лица оружие есть, но не FPS. Текста много и загадок, но вроде бы и не квест. И не ролевая игра, по крайней мере, в устоявшемся в этом смысле слова. Со статами, навыками и прочей ерундой. Лично у меня же сейчас возникает вопрос. Патологик 2. Это действительно вторая часть или же её ремейк? Я бы назвал творческим переосмыслением или перезапуском, так концепт остался тот же, но отдельные моменты поменялись больше, чем обычно меняется при посвоении статуса режиссёрской версии. Ну и полноценным сиквелом её тоже язык не поворачивается назвать. В общем, гений Дебоски дал ещё одну почву для споров на ровном месте. Ну, ладенько, я-то чуть отвлёкся, давайте поговорим о самой игре. Она забрасывает нас в город, где на второй день нашего прибытия начинается вспышка чумы. Аналогично ей, была 5 лет назад, но тогда и побороли с карантином, а сейчас момент, разумеется, просрали. Главным же героем является сыном местного доктора, который батя отправил учиться в Ментмус, но, судя по плохому знанию латыни, он там проспал все 5 лет. Артемий Бурах – один из трёх играбельных персонажей первой части, и я бы не сказал, что это хороший выбор для начального персонажа в этой игре, так как он в курсе местных типных обычаев и наречий, в отличие от игрока, особенно если тот не играл в оригинал. Возможно, разработчики решили сделать его первым доступным персонажем из-за того, что его внешность срисована самого Дубовского, и мы сейчас видим пример того, как даже в компьютерной игре персонаж может пробиться на главную роль по блату. Впрочем, взглянув на его силуэт, и то, что его друзья называют «медведь», мне резко перехотелось шутить над Дубовским, а то мало ли что. Особенно после того, как он в вступительной сцене расправляется над тремя токсичными геймерами, у которых, судя по всему, была конфа в Асапе, ведь почти весь город одновременно узнаёт особые предметы нашего героя. «Вы на него посмотрите! Хребет переломан! Это сделал кто-то невъебенно здоровый! Огромный! 300-400 фунтов! Невъебенный! Не густо!» Вообще, на любой чьих реакция будет моментально, независимо от того, были ли свидетели или нет. Билл Бандита молодец, плюс Карми. Вырезал у него при этом все органы, не забавы ради, а науки для. Сразу пидарасом называют. И торговать отказываются. Ох уж эти дикарские обычаи. Кстати, подвиг из катсцены я не рекомендую никому повторять, так как при числе противников больше одного, шансы выхватить увеличиваются в геометрической прогрессии. При этом лутс противников не всегда стоит того, чтобы вступать в бой, так как оружие ломается очень быстро, как холодное, так и огнестрельное. Причём, если у персонажа в руках был нож, то он магическим способом испаряется, и максимум, что можно найти, это отмычку, которую можно воткнуть в противника от силы пару раз. За всю игру нож с вооружённого персонажа у меня выпал всего лишь один раз. Противника, кстати, можно убивать по стелсу, причём он догадался об этом абсолютно случайно. И этот способ убийства намного удобнее, хотя, сами понимаете, стелсу довольно рудиментальный. Хм, стелс. Стелс есть, куча непонятных диалогов есть, всякая непонятная хрень есть. Да дебовский прям Кодзима. Или Кодзима, как дебовский. Пишите в комментарии. Вручную, без оружия, противников тоже можно избивать, но это долго, и они ещё и могут убежать от вас. Убежать с вашим лутом, прошу заметить. Ну, так как лут получается трофейный, значит он ваш. Некоторые из них, правда, убегают в стенку. Почему же я начал с боевой системы, хотя играя явно про сюжет? Дело в том, что значительнейшая часть игры это бегать из одного конца города в другой, в том числе неблагоприятные районы. Эх, видимо, всё-таки не медвежий габарит у Артемия. И ладно, если бы сражения были строго опциональны, но без них на первых порах будет трудновато, ведь пока не откроется больница с ежедневными наградами, денег мы особо не увидим, а значит придётся драться с чумазыми бичами за бутылки и стеклянные шарики, дабы обменять весь этот хлам на еду. Мародёрствовать можно и в чумных районах, но это себе дороже. Иммунитет падает достаточно быстро, защитные предметы достаточно быстро изнашиваются, и нас постоянно пытаются облапать какие-то сбинтованные сифилитики, отчего иммунитет падает ещё быстрее. Зачем, если их убить, получим сильный минус к репутации, так что максимум можно вылупить с этим пару лещей. Урон по иммунитету, конечно, будет, но это можно компенсировать лекарствами. Естественно, делать это надо только залезая за чём-то конкретным, например, по квесту по поиску младенцев. В остальных же случаях лучше избегать чумных районов, если от вас не требуется напрямую взаимодействовать с ними. Если же вы пойдёте по пути старого доброго ультранасилия, то столкнётесь с одной неприятной вещью. Когда вы умираете, вам дают дебафы на здоровье, на голод и прочие характеристики. Однако же, через определённое количество смертей вам прилагают сделку на то, чтобы снять их. И угадайте, кто согласился на это, не посмотрев в интернете, к чему это приведёт, и переигрывал потом игру из-за того, что концовка запорится. А ведь в некоторых местах насилия не избежать. Например, в квестах по охране Рубина. В первую ночь нас будут преследовать червя-каратисты, которые урабатывают нас с двух-трёх ударов, при этом об них оружие тупится намного сильнее, чем об обычных противников. Во вторую же ночь придётся оборониться сразу от трёх степняков. К счастью, убивать их не обязательно, но спровоцировать придётся, дабы увезти подальше. И тут есть один важный момент. Если вы уйдёте их не ту сторону, то скрипт не сработает. И вы можете пройти с ними аж через весь город, но, увы, квест не зачитают. Как же мне бы сагрить их и не выхватить самому? О, а давайте я попробую выстрелить по одному из них из револьвера. Вот сейчас. Почти. Нет, я согласен, что в такой игре игрок должен испытывать некую фрустрацию. Но как по мне, эта фрустрация должна быть вызвана какими-то сюжетными событиями, например, что мы не смогли уберечь какого-нибудь персонажа. И при этом не должно быть фрустрации от того, что мы полдня провели бегая из чая поджать и пустые бутылки для лекарств. Вопли игровых журналистов с 25-летним стажем задолбали всё-таки Дубовского и компанию. И они решили сделать регулируемый уровень сложности, причём регулируемый как в простую сторону, так и в сложную. Совсем легко сделать не получится, но подрегулировав износ вещей, сытость и усталость, я смог посвятить намного больше времени изучению самой игры. И открыл для себя несколько квестов, которые за первые две попытки прохождения я не видел. Причём выполнение этих квестов сдержало чуму в нескольких районах, что спасло сюжетно важных персонажей. Хотя, по сути, это были не мои подопечные, и даже думая, что эй, да хер бы с ними, пусть у Даньковского штаны приют, всё-таки его приближённые, мне было их чуточку жалко. Ну, ладненько, пора превращать ныть и сосредоточиться всё-таки на том, ради чего я и прохожу игру, а именно сюжет и атмосфера. И меня она здесь очень нравится. Если бы, конечно, не одно но, а вернее, наверное, даже три жирных но. Во-первых, все персонажи удручающиеся похожи друг на друга, я имею в виду NPC на улицах. Можно, конечно, было бы поработать рандомизатором над лицами, но, в принципе, это можно списать на общую театральность игры. Речевые же персонажи проработаны более подробно, и с ними довольно интересно общаться. Правда, и тут есть одна заковырка. Каждый раз, при встрече с ними, они говорят определённую фразу слух. Остальная же информация подаётся в виде текста. Так вот, эти фразы удручающе повторяются. И особенно это заметно, когда переигрываешь какие-то моменты и пытаешься добиться лучшего результата, и десятый раз слушая охуительную историю про Брадабри и Брагу или то, что этот чувак всё выдержит, потому что он, сука, сделан из дерева. Это действительно так, он сделан из дерева. Это чуточку удручает. Причём некоторые персонажи, типа Спички, умудряются повторять эти фразы вслух, когда ты просто находишься рядом. И вот представьте, пытаетесь вы наварить очередных тинктур. Сам им научусь лечить эту кровь. Много уже умею. Всякое. Чуть не забыл сказать. Мне очень сильно понравилось то, что в ремейке сделали довольно удобную ориентацию в пространстве с помощью всплывающих подсказок по клавише контр. Ориентироваться стало намного удобнее. Единственное но, я бы добавил помёточки, можно было бы сделать интерактивными, на колонке и бочке с водой. Ближе к середине игре они начнут ломаться, и было бы не вредно знать, какие починены, какие сломаны. Дети на складах, кстати, продают карты заражённых районов. Можно было бы сделать так, чтобы они продавали заодно и карты рабочих колонок. Почему бы и нет? Что же касается технической стороны, но вот тут-то и нужны были чуткие руки хирурга. Оптимизация, несмотря на патчи, по храму до сих пор, особенно если играть на нескольких часов. В первые дни после выхода игры лагало просто дико, сейчас, ну, чуточку потормаживает и имеются просадки фпс. Не критично и играть можно. Лично от себя же добавлю, что мне было бы удобнее играть в игру с геймпада. Рудименты этого управления здесь есть, но они ещё не доведены до ума и можно включить их только с помощью копания в системных файлах, обещая поправить ближе к консольным версиям. Ну, что же, время подвести итоги. Игра очень достоверно отображает уровень отечественной медицины. Вот больница, больных я дам. Надо их вылечить. Лекарств я не дам. Ищи сам. Всем подряд я эту игру точно не порекомендую, но если вы достаточно усидчивых и хотите чё-то необычного, то можете попробовать, а вот вам понравится. А на сегодня у меня всё. Все свои жалобы и замечательные приложения, как всегда, засуньте в комментарии. Всем пока и не болейте.